что такое этот институт воров в законе и самое интересное сейчас как он связан с так называемыми историческими волхвами, дервишами, суфиями, не имею ввиду суфизм современный, который связан с исламом, а исторический суфизм, то есть до-исламский. Вот, то есть каким образом связаны воры в законе и волхвы? Значит, начнем с того, что волхвы это такой же институт, то есть до аврамистической, то есть когда аврамистические религии еще не пришли на азиатский континент, просто уже десятки тысяч лет существовал институт образовательный, который предполагал обучение, так сказать, дистанционное. Собирались группы людей, которые ходили в поисках учителей и искали знания. То есть в каждом обществе есть определенный процент людей, которые неугомонные, они не успокоятся, пока не будут знать то, чего они хотят. Некоторые просто живут, кушают, трахаются и там функции исполняют определенные, а некоторые просто, ну это небольшой процент, но он существует, то есть очень обознательных людей. И так было всегда, и так и есть в настоящее время. И вот волхвы ходили по всей, будем говорить только о Руси пока, да, ходили по всей Руси, хотя они нормально ходили по всей Азии, то есть от европейской части до Индии. Везде были свои опорные пункты, где они там собирались. То есть это нормальный институт религиозный, подобный современному Ватикану, то есть он только без божественной составляющей. То есть нечто подобное как бы буддийскому вцану, то есть люди, не имеющие определенных концепций религиозных, не имеющие понятия Бога, имели определенную концепцию Духа Святого, то есть Духа растительного сознания, как я ранее в рассказах все это обрисовал, то есть растительное сознание и Дух Святой – это, в принципе, одно и то же. Дерево, опять же, дерево стоит, оно живое, оно имеет сознание, но только не животное, оно имеет стационарное сознание, тихо, то есть, соответственно, не имеет менталя, оно стоит вот. Тихо, долгие годы, стоит. Представьте, что у человека появляется такое сознание, то есть он, как существо живое, с таким сознанием начинает с интересом смотреть на окружающий мир, что происходит. То есть у него чисто, как взгляд ребенка, то есть, который не имеет еще менталитета, не знает слов, он просто смотрит на этот мир большими глазами, ему все интересно. Вот. И такой идеал был в Азии до прихода абрамистических или до сознания божественности или вообще каких-то авторитетов абстралии. Была нормальная природа, в которой люди жили, и они нормально ходили здесь и создали определенную систему, в которой были свои пути дорожки, были свои учителя, которые ставили своих учеников, оставляли везде, где они приходили, они лечили, они учили, они развлекали, барды были, они играли на музыкальных инструментах, там гусли были, там разные другие инструменты. И они, прежде всего, были самыми большими историками. То есть они несли в своих песнях исторические события, передавали, которые испокон веков существовали. То есть все авторитеты, которые более-менее достигали каких-то определенных высот авторитета своему, то есть они запечатлялись в этих песнях и таким образом передавали. Ходили эти барды, эти волхвы по всей Руси, то есть территория-то огромная была, границ не было. И ходили люди спокойно, каждый мог, куда хочешь ходить. Так что они ходили из Азии, обратно были бочтальонами, передавали информацию, развлекали, то есть полный комплекс такой, мы себе представляли. Это после проникновения в Россию христианство, эти две системы стали конкурировать. То есть христианство назвало систему первоизначального, на Руси, язычество. Язычество – это значит первоначальность, первородность сознания, то есть язык возник в этой системе. Потом это начало выглядеть как ругательство, а изначально это выглядело как именно язычество. То есть форма передачи информации устная, не было письменности, и волхвы запоминали, и барды запоминали огромное количество информации, знаковое, которое они как бы обозначали. Некоторые обозначали это даже наколками, там точечку поставил – это что-то уже значит. Черточку поставил – это еще другое знание. И вот это из черточек и точек закодирована вся их жизнь была. То есть они каждую точку своей жизни понимали определенный период или определенную концепцию знания, которую они получили. И таким образом, когда на Руси пришло христианство, они начали язычников, то есть тех, которые устно запоминали и передавали информацию с поколением десятки тысяч лет, они начали конкурировать и узурпировать власть. И вот представьте, были волхвы, которые имели авторитет, которые ни князя какие-то не имели. То есть волхвы был и чародей, и маг, и предсказатель, то есть и лекарь, то есть авторитет мудрости прежде всего. И вот эти авторитеты мудрости ходили, учили своих учеников молодых, передавали им знания, передавали им тексты, песен, сказания, и те потом обратно передавали своим ученикам, и так из поколения в поколение это все продолжалось. А когда пришло христианство, оно просто напросто начало системно давить на язычество. И язычество, значит, после того, как христианству удалось, так сказать, доказать свою лояльность власти, начало признаваться демоническим и искореняться. Впоследствии, предположительно при Иване Грозном, наступил такой апогем, когда решили дать окончательный бой. Христианство дало окончательный бой и ввело крепостное право. То есть что это такое? Это все неимущие, должно быть приписано к одному месту, и передвижение по территории России запрещалось. Ну, кроме каких-то определенных дней, месяцов и году, когда можно было перейти с одного места на другое, переписаться от одного хозяина до другого. То есть практически рабовладельского строя не было, но финансово так всего было, что для того, чтобы уйти, нужно было откупиться от хозяина за жилье, за пребывание. То есть зерном и таким и так далее. И вот, когда наступил период крепостного права, волклы стали вне закона практически на территории Северси. То есть их функция хождения там, наук людей поставлена была вне закона. И фактически все бродяги попадали в тюрьму. То есть именно в этот момент возникал институт бродяг. То есть бродяг, если волклы были вне закона, то бродяги были в законе. Они начали организовывать жизнь в тюрьмах. Ну и уже когда выходили, то есть продолжали свою деятельность. Христианство вместе с глизнями начало тотальную войну. Там бунты были какие-то определенные. В общем, это целая эпопея несколько столетий резни. То есть это была борьба одной религии с другой, которую можно считать религией, но вряд ли. Она не имела атрибутов божественных. Она основывалась на натуральности. И поэтому после того, как война Вохова была проиграна, они полностью переместились в пространство криминальное. Там образовывали структуры и в принципе власть полностью отдавала правление в тюрьмах и в поселениях в их руки. То есть они организовывали жизнь именно в тюрьмах среди преступников. Так продолжалось несколько столетий, пока не пришла революция 1917 года. Как все мы знаем, тогда прошла большая приватизация земли. Крестьянам помещали землю, обманули, ограбили власть имущих, владельцев. Крестьянам землю не дали. И какая-то часть аристократии покинула Россию, а какая-то часть просто попала в тюрьму. И там аристократия – это все-таки высокое сословие, само мнение высокое, чертва. И они, соединившись с системой бродяг, они просто-напросто создали новую институцию, которая называлась «Воры в законе». То есть в определенной, после революции их, во время революции их ограбили. А они уже считали своим долгом грабить и воровать у государства официально. То есть у них забрали, и они считали себя в законе, законным правом считали забирать у государства. То есть они фактически создали новую формацию. Раньше были бродяги, до революции, а после революции появились воры в законе. И воровской, но они продолжили, как бы сказать, волховскую философию. И в них были понятия, понимания или какие-то концепции жизни определённые. То есть они не должны были иметь собственности. Так же, как волховы никогда не имели собственности. Они не должны были жениться, они должны быть свободными и целеустремленными для развития, саморазвития. Вот представьте себе, что стать авторитетом в криминальной среде. Для этого нужен определённый дух, определённую волю, определённую чистоту, определённую, чтобы стать авторитетом. Если в тебе много страха, или ты пытаешься играться и каким-то образом что-то представлять. Ты являешься фраером, то есть человеком с комбинациями в голове. То есть нужно было бросить все комбинации, и тогда ты становишься нормальным и реально судишь о ситуации. Ты начинаешь быть судьё в криминальной среде. То есть ясновидящим ситуацию. Не ведущимся на какие-то мульки, на какие-то образы, которые тебе рисует та или иная сторона. Ясновидящим ситуацию. То есть это определённый уровень осознания, который позволял стать авторитетом, быть авторитетом в этой среде. То есть криминальной среде. То есть разные. Воры, бандиты, грабители, представьте. Есть у них авторитет. Что это значит? То есть он самый сильный, самый злой? Нет. Он самый нормальный в среде, чтобы расставить всё на места и порядок сделать. То есть это как бы противоречит обывательской логике, где современная, в которой корысть и ложь и обман и всё поставлено как бы в закон. И они живут в законе лжи, бытовой мелкой лжи. То есть что исключено в системе воровской. То есть если ты вор в законе, то есть ты должен быть честный, откровенный. Если ты что-то делаешь, ты должен делать это с полным осознанием. И вот так всё это время продолжалось до аж до наших девяностых. 90-х годов перестройка. То есть в этот момент появляются новые формации, такие как рэкет, которые безбашенные. То есть все авторитеты по боку. Они убивают, грабят, забирают. То есть не призная никаких авторитетов. Это была новая революция. И последствием этих революций стала либерализация криминальной среды воровской системы. То есть ворам разрешили иметь транспорт, собственность определённую, даже жениться разрешили. То есть жизнь идёт вперёд. И в настоящий момент криминальная система полностью свелась с коммерческой системой российской. То есть криминальные авторитеты стали предпринимателями. И они определённую сумму отстёгивают в общий котёл. То есть это всё как бы копирует, абсолютно копирует государственную систему, где есть тоже общак такой же, в который сливаются все налоги. То есть это система в системе. Так получилось, что как бы философия воровская, она абсолютно внутренне сохранилась не в прикосновенности со времён Волхов, а вот внешняя система так трансформировалась, что они сейчас просто-напросто в законе создают свои структуры, смотрящие в каждом регионе, в каждом городе, в каждом посёлочке, если удастся. Ставят людей, которых они считают более-менее нормальными. А если настолько нормальных не находятся, то они заставляют только авторитетных людей. То есть сильных, которые могут что-то организовать. И посредством этого они собирают ту же дань, как и государство налога. Государство ничем не отличается. Государство собирает дань с людей. Государство их поселило, заставило работать и собирает с них дань за то, что оно их организовывает, каким-то образом хорошо или плохо. То есть криминальная система исполняет те же функции. Поэтому вот просматривая эту дорожку от волков, от борьбы их с христианством, которое в дальнейшем расскажу, что такое вообще система религиозная и чем она отличается от системы политической. Это в дальнейшем. И вот они прошли такой путь волков и стали в настоящее время ворами в законе. То есть фактически они в государстве вне закона, а на самом деле они имеют внутреннюю структуру развития и авторитетов и философии. И как бы существует государство в государстве. По этому поводу приходит такая мысль. Западная система, как бы так или иначе создавая совершенное государство, спокойно, вермально, она решила декриминализировать очень многие аспекты жизни. То есть они гомосексуализм, убрали криминал гомосексуализма, они собираются убрать педофилию, они там собираются... То есть очень многие вещи, которые нормально происходят в этом мире постоянно, везде, они решили декриминализировать, чтобы убрать страх людей перед этим. Хорошо ли, плохо ли, христианская среда все больше уступает своими понятиями, там, нормальность такую жизненную. И вот они решили это сделать. То есть это как бы определенного круга понятия. А, но у нас же есть свои понятия, да, чисто российские, чисто понятия на Руси, чисто исконные понятия. И вот приходит такая мысль в голову. А может быть стоит декриминализировать систему воров в законе? Может быть стоит использовать их в качестве авторитетов реальных, а не тех чиновников, которые сидят и кто он, кто никто. Он только шустрый, который корость свою имеет и старается как можно больше выдавиться из своей чиновничьей функции. Может быть случится так, что, как на примере 90-х, развалилось большое государство. Появилось множество братков, мелких, мелких братков и бандитиков каких-то подворотных, которые со временем, многие из которых росли, росла пирамида. И они, большинство из них сейчас такие солидные дяди сидящие в высоких государственных креслах и это самое, и борющихся с бандитизмом, из которого они начали. То есть, может быть стоит воспользоваться случаемой ситуацией и помирить нашу историю с нами и взять, декриминализировать систему воровскую. Может быть ее из-под поля нужно выбрать, может быть это и есть то самое лучшее, что у нас есть изначально. Христианство, пусть оно будет христианством, никто не спорит, что оно исполняет определенную свою функцию и людям несет добро и покой в их душах тем за лучшее. Но есть еще другие люди, есть еще среда бизнес, которые эти же люди недовольны, потому что там большая коррупция. Может быть именно институт воров в законе создаст реальную возможность убрать коррупцию из системы власти. Может быть мораль, которая там существует, если ей дать возможность развиваться, и она не загниет в государственном, может она принесет реальные плоды и люди получат совершенное государство. То есть тот потерянный рай, в котором мы жили, как говорится в Библии, до того, как Ева съела это злополученное яблочко и познала там добро и зло. То есть добро и зло. Не было добра и зло, была реальность. Были понятия, что есть, вот так нужно делать и все. И так все делали, так все жили. То есть зло, бороться со злом, это создавать зло, это кормить его. Ведь даже еще 300 лет назад существуют документальные источники, что шведский пленный какой-то попал в Тобольск 300 лет назад и там провел много лет. И описывать ситуацию психологическую жизни сибиряков наших. Они были абсолютно чистые, открытые люди, которые не знали, что такое ложь. Они были абсолютно чистые, нормальные. Это все документировано. И только те, которые с христианами, с христианскими монахами общались, они начинали лгать и начинали крутиться. Потому что система-то, в принципе, христианская, любая система, предполагает в себе какие-то извращения. Потому что люди идут туда с разных поводов, не только духов. Есть, конечно, там какие-то очень чистые и искренние люди, искренно стремящиеся. Но большинство-то это извращенцы, которые только стремятся быть хорошими. В любой системе там нет идеалов абсолютных. Там есть живые люди, которые со своими грехами, со своими слабостями. Митрополиты, которые совращают маленьких детей. Это что? Это авторитеты? Да нет, это слабость человеческая. Это нормальные люди, которые есть и в этой среде, и в среде религиозной. А авторитеты, идеалы книжные и философские, это совсем другая вещь. Это идеалы. А жизнь есть жизнь. Так вот, я считаю, что наша система искомная, назовем ее воровская, да. Если ее декриминализировать и поставить в законе, как она есть, короновать людей в авторитет нормальным, дать им, если ты проклюнулся, и ты являешься идеалом мудрости, можешь быть судьей народа, будь им. Не то, чтобы тебя назначили какого-то судью, которого можно купить. Ты умнее всех этих судей, ты мудрее этих судей. Тебя мудрые назначили мудрыми. Это система мудрости, прежде всего. То есть собирается сходка. Сейчас это очень страшно, это криминальные, это гады. Мы смотрим все на этих молодых воров, которые обкуренные, или какие-то это, или пьяные, там, творят чудеса. Да, везде есть, но не будем ориентироваться на этих, на эту молодежь какую-то это самое. То есть существует действительно авторитет и нормальные люди. Они нормальные, они сверхнормальные, они лучше, чем твой сосед, который как бы никому не причиняет зла, но он конченый просто-напросто параноик. Он ходит, бурчит постоянно, всем недоволен. У него в голове коммунизмы, у него в голове всего. Это не нормальная жизнь. Это информационный бум, который в нас вложили, он просто-напросто, это кошмар. Мы все больны глупостью. Тот поток информации, который в нас идет, он неадекватен к ситуации. Мы живем в реальном мире, у нас есть дети, семья, а у нас в головах такая чепуха, которая глобальная, за которую мы все болеем. И как бы входим, понимаем, если ты не имеешь власти, то зачем тебе это? Живи своей жизнью. Вот эту нормальность нужно врастить. Мне кажется, что помирить нас с нами можно только лишь. Либерализировал истинные авторитеты, которые в жизни доказали, что они не с помощью какой-то власти государственной, чиновщики поставили тебя, или ты деньги заплатил, и тебя поставили. А ты доказал, что ты являешься умным человеком, авторитетом, а возможно и мудрым. Это мое мнение. И вот такое мнение о истории нашей от Волхов до Вороза. Можно верить, можно не верить. 30 лет занимаюсь историей, хотя нет, само историей это недолго. Мне очень интересовало религия ведения, то есть религия знания, человека знания. То есть как я живу, как я устроен, как я думаю, почему я думаю. Почему наука пренебрегает современная духовная часть, которая есть в религии. Почему? Почему эти две части существуют отдельно и как бы не дружат. И нас учат одному, а религии учат другому. Вот это все, интеграция этого с этим привела к тому, что появилось определенное знание. И вот этим знаниями я буду делиться с вами. Кому будет интересно, следите, смотрите. Я буду продолжать свое это с вами. Я сейчас в Индии уже два года путешествую с семьей по Индии. И сейчас нахожусь в городе Шантинике, там такой вот городок, который основоплодником которого был Робин Дранаттагор. И здесь много школ, университетов, студентов. Это такой студенческий городок. Мы приехали сюда просто посмотреть, как он функционирует. Потому что у нас, наша семья большая, у нас подрастающее поколение. Мы смотрим, где наилучшая система образования выйдет. Поэтому мы здесь. А я вам вот сейчас сижу, рассказываю о том, что знаю. Привет-привет, всем пока. Всего хорошего.